вот такого петушка мы оставили начинает придираться куром она сдачи дает эта курочка уже несется молотка хохлатка так ну чего петя не слушаются да они такие картошку то не хотите есть да и комбикорм еще есть ну давайте в водички подолью что мой хороший ходишь за мной до надеваем водички как наши черевишни теперь будет свободно здесь цыплятник сломали у нас воскресенье по моему передают заморозки после заморозка куда-то капусту надо мне ставить но на мансарду еще рано поднимать больше некуда вот наверное вот на этот вот искусственный искусственная лесопильная я даже не знаю как стеллаж ее зову но это не стеллаж конечно придется может быть здесь как-то доску положить посредине и натыкать капусты но только ее надо здесь конечно закрывать вот доску отсюда взять положить в середину между этих досок но надо будет закрывать от дождей до холодов чтобы она здесь постояла у меня откуда-то безвременник сюда попал это я видно сюда высаживала тюльпаны а луковица похожая и сюда попала ну пусть цветет заняться будет пропалывать вот этот вот весь цветник выдирать траву много тут чего выдирать цветает начинает канадская высокая ромашка смотрю вот тут и пауах отца оказались у меня это мята она мне уже больше не надо она что-то тут побелела все но мне она больше не надо вот канадская ромашка а это гелениум разные у меня два сорта красный и такой даже можно сказать три сорта желтый а здесь вот тоже желтый и с красным оттенком еще вот у него низочки красные вот такие вот а у этого оно тоже почти красные но посветлее и там тоже красноватый а вот здесь вот почему-то быстро гелениум красный тоже отсвел ой что делается ребята а чуток то любят как пчелы да пчелы то какие как домашние о-о-о-о буха посмотрите что делается м-м-м вкусно да вкусно давайте вам сухой листик отберу кушайте кушайте на здоровье сныть сныть это какой-то кошмар осот да все надо тут в кучу складывать пора пропалывать и складывать в кучу да я флоксов сюда насажала думала не будут а вот еще который отцвел гелениум думала не будет трава расти сейчас как-то она не будет расти ой там малина наспела пройти до съесть доска там уж разложил чтобы я споткалась а на самом деле он слизнее ловит под досками день раз опор выходит и попадаются довольно таки немало так малина так ты куда летишь скажи меня кусать или нет малина конечно мало вот это вот не успеет вот эту малину поросли обрежу осенью попозже в октябре может ноябре и хочу чтобы она не сюда шла к яблони которая будет жить или нет но тут смородина вот черная а хочу чтобы она ползла вот сюда я здесь ей подготовила участочек полынь выдрала частично хочу чтоб малины это ремонтантные чтобы сюда оглобли свои направила развернуться и надо наверное чубушник подрезать куда он лезет а здесь я дюльпанов очень густо насажала на этом участке будет весной красота красота красивая дёрн муж мне собрал и он мне сейчас я сюда пройду вырезал целую тачку нарезал с сливы со сливы вот с этой вот сучок который на улицу через забор ушел и вот сюда который ушел вот он а еще срезал он там сок который на терну шел уменьшил ее мы всегда уменьшаем деревья астры мои в ежевике вот это ежевика на этой стороне вот там она тоже здесь тоже она тут не нужна и надо отсюда относить туда я ее наверно весной выкопаю все время собираюсь отсюда выкопать и туда сажать но ей хочется сюда здесь солнце больше а здесь ей делать нечего потому что здесь кружевник я там посадила молоденький потом еще вот этот кружевник ежевику надо будет выкопать это колючий ежевик вчера наломала бутонов на букет на сухоцветы так откуда здесь воробьиные какашки интересно посмотрим они на проводах сидят и попают так сейчас я перепрыгну через вот этот лоток вчера ломаю на сухоцветы гортензию вот эту а кот уже такой за руками лазит прыгает у меня тут оттуда как прыгнет на вот эти георгины и они полегли бедные все думала сломал нет вроде не сломал пришлось заборчики поставить вниз и сюда тоже вниз поставила заборчик а то на дорожку падают они еще пока мороза нету поцветут октябрины сентябрины зацвели вот этот коротенькие они ранние и высокие зацвели на улице рябину еще пока дрозды не съели налетят скоро ее вот эта поросль осталась само дерево пришлось спилить потому что под провода а это не есть хорошо когда проводов касаются ветки так здесь падают обточенные усами груши они подтачивают и груши падают нам уже их некуда девать они в ящиках уже мягчают сушить не успеваем есть тоже не успеваем сюда вот я гниль откидываю это надо будет собрать потом парник у нас уже пустой этот салат вырос вновь я его обломила чтобы куром отдать и корень оставила на роз опять хоть бы что еще растение тут два их еще одно на салатик вот это укроп муж любит такой укроп который одиночно растет лохматый со щами потом я ему вытащу его у него съест но он его видит просто жалко ему его тащить зимние яблоки тоже понемножку падают я их он туда откидываю пока еще не собирал червивые это у нас яблоки называются мне не надо такое это яблоня сенат или орловский или тамбовский не помню не знаю покупали мы его как другое какое-то яблоню а получилось вот такое смотрите какая гирлянда сучок какой с яблоками офигеть как они висят здесь чего вот эта вот сторона почему-то не плодоносила в этом году вот этот вот сок я бы хотела чтоб муж его опилил потому что мужчина но не знаю если она в этом году не плодоносится она будет плодоносить следующему значит вот этот надо наверно спилить я люблю когда низко яблоки но мешает ходить мешает нам ходить вот они когда лежат они делаются оранжевые как апельсины такие яблоки когда мы срываем под пол помещаем потом оттуда через месяц вытаскиваешь они как апельсины цветом и очень вкусные хотела я еще выборочно посмотреть может стоит вытащить редьку и наверное маргелландскую вот куда она крупнее наверно не нужно он еще очень крупные переступлю сейчас я продерну которая самая самая крупная то на тоже трескается я ее в мешок с морковью со свеклой положу пока эти подрастают пусть хорошо сидит ботву кором порежу если будут они ее есть так ну это пусть или нет я выдерну так дальше пошел дайкон так дальше что у нас еще дайкон конечно ему надо еще наверно сидеть но ой еле еле тянул он какой а внизу начинает лохматиться пореже будет здесь получше растение так дальше идет это вот нечего держать эту цветуху и обламывала и она никакая так это еще одна маргелландская попала так черные мы уже одну съели редьку сейчас посмотрим что тут делается так вот эту тоже пора так он треснет мы так одну вытернули она треснула так вот это мне не нравится с ней ничего не будет данная вонка по версии так сейчас я вокруг наверное пройду так здесь мелкая тут тоже пусть растет так вот эту лобнула посередине а нет не лобнула она она такая раздвоенная так сейчас я перешагну ребят вот видите какая так вот эта труда какая то пусть наня сидит так следующее надо вот эту драть она маленькая но она параслаба конечно ну ладно я ее возьму и возьму вот эту вот эту крупная вроде крупная так ну еще вот эту может быть а может быть пусть посидит пусть посидит ну вот я немножко продернула редька должна расти листья должны у нее знаете как быть вот так лежать должны вот так вот лежать тогда она хорошая растет а так она считается загущенная хоть я ее и редко сеяла все равно листьям нет места лежачее положение принять вот немножко и разрядила сейчас и это я все унесу туда к дому обрежу и вечером подсохнет я уберу вот помидорные одни банки поливочные остались там ничего нету больше а